Что же такое правильное питание? Я помогу вам некоторыми советами, которые помогут вам питаться более правильно. Мед и фрукты должны заменить конфеты и белый сахар в чае. О последнем даже не стоит думать. Если на конфету еще будет затрачено несколько калорий на переваривание, то сладкий чай моментально попадет в кровь и нарушит стабильность. Постарайтесь отказаться от уличной кофейной еды. Посиделки с друзьями, конечно же, не воспрещаются, однако лучше не есть в кафе чаще, чем раз в две недели. Так можно выбирать более полезную и здоровую еду, чем раньше. Сразу отказаться от пакетика чипсов с пивом получится не у всех, но пить его с морковкой тоже плохой вариант. Поэтому в исключительных случаях раз в месяц можно позволить себе чипсы, но самую маленькую пачку. Да, большая дешевле и выгоднее, но мы ведь хотим порадовать себя, а не объесться. Стандартный совет, но очень важный и решающий. Обязательно нужно позаботиться о том, чтобы организм получал нужное количество чистой жидкости. Яблокам, бананам, полезным злаковым печеньям самое место в центре стола. Не стоит прятать их вглубь холодильника, пусть они всегда будут в районе досягаемости. Если вы думаете, что правильное питание – это скрупулезное подсчитывание калорий и взвешивание каждого грамма, то вы ошибаетесь. Единственное, о чем стоит позаботиться – это объем порции. Поверьте, вы наедитесь и половины тарелки, спагетти, если добавите к рациону свежий овощной салат. Первое, что нужно запомнить – это четкая стандартная схема правильного питания. Она поможет вам раз и навсегда выучить, что и когда нужно есть в течение дня. Итак, в классическом понимании здорового питания у нас должно быть 5 приемов пищи. Завтрак, сложные углеводы или белок, овсянка длительного приготовления, горсть ягод или орехов, мюсли без сахара, фруктовый смузи, омлет и так далее. Сладкое, если хочется, также лучше всего есть именно на завтрак и до 12 дня. Первый перекус в зависимости от плотности завтрака – это может быть горсть орехов, любой фрукт, немного сухофруктов, цельнозерновой хлебец с творожным сыром и так далее. Обед, углеводы плюс белок, плюс клетчатка, например, гречка, запеченая курица плюс овощной салат. Второй перекус – преимущественно белок или немного медленных углеводов. Главное, как и в первом перекусе, следить за объемом порции. Перекус не должен быть таким же большим, как обед. Ужин – белок плюс клетчатка, курица, мясо, фасоль, яйца, творог плюс салат. Вот и все. Очень простая и работающая схема правильного питания. Да, можно, как раньше, прийти в магазин и сложить в корзину привычный набор продуктов, но мы ведь плавно переходим на правильное питание, поэтому заранее позаботитесь о том, чтобы в списке покупок было мясо, птицы, овощи, фрукты разных цветов, зелень, творог, зерновой хлеб, яйца. В продолжение к предыдущему пункту – овощей должно быть много. Это не два перышка зеленого лука, а полноценная тарелка разных видов зеленого салата. Вы обязательно поймете ощущение бодрости и свежести, которые подарят вам эти зеленые друзья. Ну, с этим пунктом все понятно. Каждый из нас грешил тем, что покупается или заказывается слишком много лишней и неполезной еды. Соленые помидоры, хрустящие огурчики, ананасы из банки – это все вкусно, но количество соли производственных консервантов должно заставить вас задуматься. Вместо этого лучше положить в корзину пачку замороженной стручковой фасоли и смесь овощей. Современная быстрая шоковая заморозка полезна и позволяет сохранить витамины из овощей и фруктов. Да-да, пакеты с пельменями, замороженными чебуреками, готовыми варениками и блинчиками оставьте кому-нибудь другому. Если вам трудно представить свой ужин без него, то лучше выбирать зерновую муку, бездрожевые лаваши и подобные облегченные варианты. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok